Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий. И сегодня речь пойдет о самой популярной культуре в наших огородах, о томатах. Продолжим тему составления календарей ухода за растениями. Приступим. Январь-февраль. В этот период мы делаем ревизию семян. Изучаем ассортимент, подбираем нужные сорта и гибриды. Нужно отметить, если вы приезжаете на дачу только по выходным, и у вас нет много времени для ухода за томатами, выбирайте обычные сорта вместо гибридов, ведь они требуют меньше внимания, меньше заботы, а урожай получается гораздо лучшим. Какие же сорта томатов я высеваю ежегодно? Первый сорт в моей коллекции томатов – это сорт «Желтый гигант». Это высокорослый сорт. Растение высотой около двух метров. Плоды очень крупные – около 700 грамм. Плоды сладкие, сахаристые, яркого желтого цвета. Отлично подходят для салатов и употребления в свежем виде. Ежегодно высеваю и выращиваю данный сорт. Второй сорт в моей коллекции – это сорт «Джина ТСТ». Это сорт детерминатный, невысокий. Высота растения – метр-метр двадцать. Плоды средние, весом 150-300 грамм. Сорт отлично подходит для домашних заготовок, употребления в свежем виде, а также для приготовления соков. Третий сорт в моей коллекции, который ежегодно я выращиваю – это сорт «Бенетон». Растение невысокое, около метра высотой. Плоды также небольшие – 150-100 грамм. Урожайность очень высокая. Томаты очень мясистые, плотные, в форме сливы. Отлично подходят для закаток и для употребления в свежем виде. Четвертый сорт – сорт полоцатый шоколад. Самый мой любимый сорт. Томаты оранжевые, с зелеными либо желтоватыми полосками. Настоящий тигр. Плоды очень крупные, могут вырастать до 700 грамм. На вкус сладкие, с легкой кислинкой. Отличный сорт для употребления в свежем виде, для приготовления салатов. Кроме данных сортов, в моей коллекции есть и другие сорта. Однако, вот эти сорта, они проверены временем, и я их высаживаю каждый год. Когда же приступать к посеву семян? В условиях Беларуси, либо центральной части России, посев томатов на рассаду проводится в начале марта. Ранних сортов – в конце марта. Для посева я в основном использую собственные семена. Как же их обеззаразить? Для этого смачиваю тряпочку раствором триходермы. Замачиваю в этих тряпочках семена до момента прорастания. Как только появятся маленькие корешки, сразу же приступаю к посеву. Использую готовый грунт для рассады, либо готовлю грунты самостоятельно. Ролики о том, как приготовить грунт для томатов, есть на нашем канале. Ссылка в описании. В период роста рассады подкормок никаких не провожу. Ведь в хорошо заправленном и приготовленном грунте питания для рассады хватает до самого момента посадки в грунт. Кислотность грунта для рассады томатов должна быть на уровне 6,6,5 pH. Чтобы рассада хорошо росла и развивалась, ей нужно обеспечить хорошее освещение. Поставьте баночки с рассадой на хорошо освещенный подоконник. Если есть возможность, обеспечьте дополнительное освещение. После всходов рассада томатов подсвечивается 4-5 дней круглосуточно. Затем до 14-16 часов в течение 30 дней. После 30 дней рассада подсвечивается около 12 часов в сутки. Пока наша рассада растет, можно заняться работами в теплице. Уже в конце марта почва в теплице не мерзлая. Она влажная, рыхлая и можно высевать зелень, чтобы земля не пустовала. В этот период, в конце марта-начало апреля, я высеваю в теплице шпинат, высаживаю лук на зелень, сею укроп, редис, а также высеваю рассаду капусты. До момента посадки в теплицу рассады томатов, весь урожай зелени вырастает. Мы его убираем, рассаду капусты высаживаем в грунт. Таким образом экономится место, и мы получаем дополнительный урожай. После того, как у рассады появится 2-3 настоящих листочка, приступаю к пикировке. Высаживаю рассаду в стаканчики объемом около 250 мл. При пикировке заглубляю рассаду до семидольных листочков. Это простимулирует образование новых корешков, и рассада будет более крепкой. К посадке приступаю в первой декаде мая, когда температура почвы будет не ниже, плюс 12 градусов. Итак, приступаем к подготовке почвы. Под перекопку я вношу около 30 г на квадратный метр обычной нитрофоски. Это комплексное минеральное удобрение. Почву равномерно перекапываю, рыхлю и приступаю к подготовке лунок. Лунки для рассады глубиной примерно 20-25 см. Схема посадки. Все зависит от сорта. Примерное расстояние между лунками 50-70 см. Не стоит высаживать томаты слишком густо. При загущенной посадке появляется риск возникновения грибковых заболеваний. Растения получают мало света и плохо проветриваются. Перед посадкой в лунку в обязательном порядке вношу древесную труху. О ней я уже рассказывал в прошлом ролике. Для чего это делается? В трухе содержатся полезные актиномицеты, которые благотворно влияют на здоровье рассады. А также может содержаться триходерма, которая будет оберегать наше растение от различных патогенов. Своего рода мы заселяем почву конкурентной микрофлорой. Рассаду томатов я высаживаю строго вертикально. Некоторые рекомендуют высаживать рассаду на бок. Мол, формируется мощная корневая система, кусты лучше плодоносят и растут. Однако следует учитывать, что таким способом рассаду можно высаживать только на очень легких плодородных почвах. Таким способом высаживают переросшую рассаду, чтобы образовались корни. Дело в том, что при таком способе посадки плодоношение может задержаться на две недели. При посадке рассаду заглубляют до первого листочка. Не следует заглублять слишком рассаду, так как развитие и рост растений может приостановиться на 10-12 дней, а то и более. Лучше потом растение окучить, подсыпать, чем сразу его слишком заглубить. Если почва в теплице слишком сухая, то нужно тщательно пролить лунки перед посадкой, а также полить растение после посадки. Нужно обратить внимание, что вода не должна быть холодной, иначе это может привести к пожелтению растений и даже к гибели. Температура воды для полива должна быть около 20 градусов. Также при поливе нежелательно попадать на листья. После посадки томата в теплицу почву нужно замульчировать. Можно использовать сено, солому, либо спонбонд. Зачем это делается? В процессе мульчирования мы изолируем растения от почвы, а значит уберегаем их от развития и распространения таких опасных заболеваний, как фитофтора. У многих огородников возникает ряд проблем не только с болезнями, но и с вредителями, такими как нематода. Конечно, можно применять различные химические средства для борьбы с данным вредителем. Однако я высеваю в теплице обычные бархатцы. В междурядьях высаживаю по одному кустику бархатцев. Растения выделяют в почву фитонциды, различные вещества, которые отпугивают вредителя, а также обогащают почву полезными микроэлементами. В мае, после высадки рассады в теплицу, томаты должны активно наращивать вегетативную массу, для того, чтобы потом хорошо плодоносить. В этот период важны подкормки азотом. Я использую хлебную подкормку. Опять же, ссылка находится в описании. Хлебным настоем я подкармливаю томаты раз в три недели. Почему не чаще? Дело в том, что при более частых подкормках настоем хлеба может ощущаться недостаток калия и кальция в почве. В итоге это может привести к вершинной гнили томатов. Подкормки хлебным настоем я провожу до момента завязывания первой кисти томатов. После этого нужно усилить калийно-фосфорные подкормки для активного плодоношения. В этот период я провожу подкормки вздольным раствором. Для этого понадобится 1 стакан золы, 1 стакан 9% уксуса на 10 литров воды. Готовим такой раствор и проливаем томаты. Под один куст понадобится, в зависимости от силы роста куста, от величины куста, литр-два такого раствора. Провожу 2 таких подкормки. Первая подкормка при формировании первой кисти томатов. Вторая в период активного плодоношения. В период цветения в обязательном порядке использую борную кислоту. Ведь применение раствора с борной кислотой благотворно влияет на образование плодов. Во время цветения и плодоношения не забудьте о профилактических обработках от заболеваний. В этот период я использую препарат на основе сенной палочки фитоспорин. Обрабатываю данным препаратом для профилактики фитофторы, например, каждые 12-14 дней. Нужно сказать, что любые биопрепараты используются для профилактики. Если заболевание уже проявилось на томатах, такие препараты не помогут. Нужно применять препараты на основе меди. Например, это может быть меднокупороз, бордосская жидкость, азофос или абигопик и другие медсодержащие препараты. Данные препараты справляются с большинством грибковых заболеваний на томатах. В процессе ухода за томатами не забывайте о регулярных поливах. Почва не должна резко пересыхать и резко увлажняться. Такие перепады влажности почвы приводят к образованию трещин на плодах. Полив нужно проводить вечером или утром. После полива нельзя сразу же закрывать теплицу. Потребуется время, чтобы лишняя влага выветрилась. В конце сентября или в октябре плодоношение томатов заканчивается. В этот период нам нужно удалить растения из теплицы. Удаляем все растения и проводим обработку почвы в теплице для предотвращения развития различных патогенов. Я использую для обработки надуксусную кислоту. Опять же, видео есть в ссылке в описании. Через две недели после обработки почвы я вношу в теплицу органику. На квадратный метр примерно 10 килограмм компоста. Вношу удобрение и распределяю равномерно по почве. И дополнительно использую залу. Понадобится около 200 грамм на метр квадратный. Но учитывайте, если у вас почвы щелочные, то залу использовать нельзя. Она и так защелачивает почву. После того, как все компоненты равномерно распределены по почве, перекапываю теплицу. Для того, чтобы почва в теплице не пустовала, я высеваю сидораты. Использую белую горчицу, рапс или масочную редьку. Это мой личный календарь ухода за томатами. Все подкормки и обработки я провожу в своей теплице и получаю всегда хорошее урожае. Вы можете воспользоваться данным календарем, либо составить собственный календарь, исходя из почвенных климатических и других условий в своем регионе. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!